Привет, ребята! Продолжаем свои обзоры на напитки из спортпитания. И вновь у нас ремит. Теперь у нас сразу две рубрики. Это пельмешки будут. Вот такие вот интересные пельмешки от ремита. Давайте посмотрим, что это. И перейдем к готовке и дегустации. Итак, ребята. Пельмени у нас некие царские, руколепные. Килограмм у нас пельмени стоит 445 рублей. Здесь у нас полкило 234 рубля. В принципе, недорого, я считаю. Что у нас входит в состав? В состав у нас входит говядина, свинина, лук, соль, масло растительное, сахар, перец черный. Вот и все. Как мы видим, БЖУ у нас на 100 грамм продукта. У нас 10 грамм белка, 9 грамм жира, 22 грамма углевода, 210 ккал. В принципе, не так много жиров. Изгородитель у нас ремит в городе Подольск. Ну что, давайте посмотрим, что мы делаем. Водичку мы подсолим, немножечко добавим лаврового, парочку. Давайте посмотрим. Смотрите, ребята, вот пельмешки такой средней формы. Я бы сказала, чуть больше средней. Чуть больше, да? Что дошло, что дошло. Вам сколько? Не знаю. Ну что, ребята, теперь мы их помешиваем. И увидимся на дегустации. Так, ребята, вот процесс готовки идет, пельмешки почти готовы. И знаете, запах очень вкусный. Запах очень вкусный. Надеюсь, окажется, это правда. Поехали. Итак, ребята, вот сварили мы данные пельмешки. Запах от них очень приятный. Форма действительно, как сказал оператор, довольно большая. Выше средней, да? Крупнее довольно-менее. Ну что, давайте проведем пробу. Надеюсь, окажутся вкусным. Ну что, приступаем. Неплохо. Активно чувствуется свинина. Побольше, чем гавярина ее. Ну, не пока ничего. Тесто, знаете, тесто не очень вкусное. Тесто мне что-то не очень нравится. Сейчас вам покажу мясо. А вот как выглядит мясо. Ну, то есть, получается, что, смотрите, мясо у нас не такой большой, получается, кусок, да? То есть, я видим, большое тесто. И тесто не очень вкусное, вы знаете, если честно. Тесто не очень вкусное. Мясо вроде неплохое. Жилок, косточек пока не попалось мне. Фарш в воде тоже не вонючий. Лука немного. Единственное, что я вам говорю, что здесь свинина ярко выражена во вкусе. Гавярина почти не чувствуется. А я свинину не очень люблю. Пельмяшки большие. Ну, ребят, давайте мы сейчас это все доедим с оператором и дадим финальную оценку. Поехали. В заключение следует услышать мнение оператора, и я подведу. Оператор. Три с половиной святи. Терпим. Да, нужно кушать. В общем, да, вот по этим пельменям я могу сказать следующее. С одной стороны, к ним претензий нету по моим критериям. С другой стороны, претензии есть. Что я имею в виду? Давайте разбираться по всем моим критериям. Первое. Цена. Цена вполне нормальная. В принципе, недорогая. Если сравнивать с тем же вкусмилом, например, да. Ценник молодец. Идем дальше. Состав. Состав тоже хороший. Единственное, я противник свинины, но многие любят, поэтому тут дело вкуса. Опять же, претензий нет. Идем дальше. Тесто. Его много, но само оно, в принципе, нормальное, да. Вкусное, непротивное. Не разварились они. То есть, тесто нормально, просто его, на мой взгляд, многовато. Многовато его. Следующий момент. Это мясо. Тут тоже интересный момент. Оно не воняет, оно свежее, да. Хорошие кусочки, то есть, волокна, то есть, нет там грязчиков, косточек, прочей ерунды, жилок всяких, да. Мясо хорошее. Но оно мне нравится на вкус. Очень много свинины вообще, ну, как-то невкусно. Ну, невкусно, не знаю, почему. Оно нормально есть можно, но невкусно, знаете, как пластилин. Вот. И вот по форме тоже, опять же, много теста, да, ни к чему, да, тесто можно убавить. Это такой момент. Поэтому я поставлю 3 балла из 5. 3 балла из 5. И скажу следующее. Пельмени по качеству и цене претензий нет. Вкусно пахнут. В принципе, нормально выглядят. Хороший состав, хорошее тесто. Хорошее качественное мясо. Но, почему-то они невкусные и слишком много теста, да, вот. Ну, опять же, это субъективно. Мне вот не нравится это. Не получаю удовольствия от них, да. И плюс не люблю свинины. А так пельмени неплохие. Поэтому 3 балла из 5. Рекомендации давать я даже не буду, я не знаю. Воздержусь от этого. Просто скажу, по моему мнению, 3 балла из 5. Хорошее качество, сырье, недорогая цена, в принципе. Но, почему-то, они невкусные. А на этом мы с вами прощаемся. Кстати, это первый экземпляр от Римита, который получает 3 балла из 5. Ну, а на этом мы прощаемся в следующих обзорах. До новых встреч.